Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Продолжаю серию видео с новогодним декором. Если вы не видели предыдущие варианты декора, ссылочки я оставлю внизу. Сегодня я буду делать очень бюджетный, простой новогодний венок на дверь, и он будет светиться. Обводим тарелки разного диаметра на картоне, делаем это в два слоя и вырезаем канцелярским ножом. Вот такие две части у меня получились, и я их буду склеивать, клеивая момент столяр. Делаю я это для прочности конструкции, чтобы наш венок не развалился. Обматывать венок я буду вот таким наполнителем из старой подушки. Это придаст венку объем и вид заснеженности. Обмотаю ниткой, чтобы сгладить все острые края. И еще у меня от предыдущих диайвай остался вот такой шнур. Им тоже я буду обматывать венок. Ну а чтобы сделать фактуру венка еще интересней, я буду использовать старые провода. Мне кажется, в каждом доме найдется много ненужных, уже использованных, сломанных проводов. Отрезаем все лишние части и приделываем их к венку тоже в произвольном порядке. И теперь я буду это все красить акриловой белой краской. Создается эффект снега, сугробов и вообще новогоднего настроения. Напишите в комментариях, любите ли вы мастерить. Беру коврик для автомобилей, который я купила в пятерочке. Это тот же самый фетр, поэтому он очень подойдет для различных новогодних идей. И вырезаю елочку. Тоже в два слоя. Изначально я хотела склеить елочку, вывернуть ее и уже наполнить ее синтепоном, чтобы она была объемная. Но когда я начала выворачивать, ничего у меня не получилось. Поэтому я решила просто сразу вставлять наполнитель и заклеивать ее. Получилось достаточно мило. Потом я сделала еще одну елочку. Можно, конечно, усложнить себе задачу и сшить елочку с фишками. Это будет выглядеть еще интереснее. Но мне не хотелось возиться. Я показываю простой декор и очень быстрый. Наношу немножко краски, чтобы елочки выглядели, как будто они покрыты снежком. Беру шишки. Тоже немножко наношу на них белой акриловой краски. А провода прокрашиваю коричневой краской, чтобы был эффект веток. И также поступаю немножко с елочками, чтобы все смотрелось едино. И теперь начинаю собирать наш веночек. Этот веночек можно обыграть как угодно, приклеить что угодно, на ваше усмотрение. Еще мне захотелось сделать в середине вот такую вот звезду. Я тоже ее крашу акриловой краской белой, чтобы она была матовая. Еще разок прохожусь по всему веночку. И вуаля, практически наш веночек готов. Теперь обматываю его гирляндой из фикс-прайс. Мне, кстати, очень понравились эти гирлянды. Я уже использую не первую. Они очень хорошо смотрятся и хорошо горят. Посмотрите, как красиво получается. Давайте будем вешать его на дверь. Мне кажется, смотрится замечательно. А главное, мы дали вторую жизнь старым вещам и создали себе новое новогоднее настроение. Если вам понравилось это видео, обязательно делитесь с друзьями. Вдруг вам тоже пригодится. И до новых встреч, до новых переделок. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok